Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, как и просил, собраться силами. У нас не только начало новой недели, но и фактически завтра мы с вами вступаем в новый торговый период октября. И сразу подготовил для вас несколько важных, фундаментальных событий, которые мы, безусловно, будем обсуждать. Это переговоры США и Китая. Друзья, следующий понедельник, 7 октября. Если вас интересует моя точка зрения, субъективная, безусловно, я, по-моему, уже не раз доносил, я лично не верю в какой-то прогресс в этих переговорах, считаю, что торговая война уже давно началась и, в принципе, будет продолжаться и дальше. С некоторых пор, ну, точнее, чуть больше недели мы обсуждаем возможность импичмента американского президента. Я думаю, что специально на эту тему я очень скоро запишу более развернутый ролик, поскольку политическая неопределенность в Штатах – это что-то новенькое для нас. И я думаю, что если демократы раскрутят, скажем, вот этот маховик, в принципе, из этого может вырасти самый настоящий новый рыночный триггер, который будет способствовать, друзья, тому, чтобы росли те активы, которые нужны нам. Это, конечно же, активы защитного свойства – это франк, йена, облигации и золото. Плюс ко всему, в конце этого месяца, 30 октября, состоится очередное заседание Федрезерва. Там, безусловно, все внимание будет направлено на решение процентной ставки, и я считаю, что ее снова снизят примерно на 25 базисных пунктов. То есть для доллара это тоже соответствующий расклад будущего потенциального снижения, и к нему нужно готовиться уже сейчас. Ну и чуть раньше мы обратим внимание на ситуацию в Англии, потому что 19 октября – это крайний срок, когда Англия, Лондон, Борис Джонсон должен будет обратиться к Европейскому Союзу с просьбой очередной отсрочки Брекзита. Это тоже очень много мы говорили на эту тему, но поскольку, обсуждая перспективы фунта, мы всегда возвращаемся к рискам Брекзита, я думаю, что и на этой теме я тоже продолжу акцентировать ваше и свое внимание. Ну, а теперь давайте быстро пробежимся по тому, что у нас сложилось за заключительную торговую сессию в прошлой неделе. В частности, Brent сейчас на отметке 60.99, котировки пошли вниз после того, как Саудовская Аравия сообщила о частичном перемирии в Йемене. Ключевое слово, мне кажется, здесь все частичные, друзья, имейте это в виду. Также появилась информация о том, что Штаты готовы снять санкции с Ирана. И я думаю, что, возможно, даже это выступило сообщение основной причиной снижения цен на нефть. Однако вот сегодня я попытался найти подтверждение этой информации. Единственное, что нашел, это твит Трампа, в котором он сам опроверг эту информацию. По событиям на Ближнем Востоке и по тому, какую позицию я рекомендую держать сейчас по рынку нефти. Я склонен полагать, что очень рано сейчас отпускать именно ближневосточный риск, разворачиваться, ставить на то, что мировая экономика дальше будет сталкиваться с риском замедления темпов роста. Это отразится на, разумеется, спросе на углеводороды. Ну и, в общем, ставить на все те причины, которые раньше обсуждались с нами, как топливо для того, чтобы нефтянка снизилась. Сейчас этот фон не настолько актуален, как события на Ближнем Востоке. И даже то, что Саудовская Аравия вроде бы как дала такой миротворческий сигнал рынку общественности. Я думаю, что к этой теме мы вернемся, наверное, друзья, с точки зрения дальнейшей эскалации напряженности. Потому что не просто так, буквально в минувший четверг мы говорили об усилении военного присутствия союзнических войск в США, собственно, Саудовской Аравии. Это и вооружение, это и военный контингент, то есть это, ну, собственно, силы, которые будут, скорее всего, помогать Саудовской Аравии ввести дальнейшую военную кампанию на территории Йемена. Инциденты с инфраструктурой Сауди Арамка, они могут повториться, особенно в преддверии IPO, о котором я очень много говорил. То есть я вижу очень много потенциальных рисков, но эти риски могут легко быть реализованы. Поэтому, как и раньше, держу длинные позиции с ближайшей целью на отметке 65 долларов за баррель. Евро против доллара 1.09.36, здесь все понятно, мы снижаемся, евро будет падать дальше. На этой неделе у нас данные по инфляции, которые станут еще одним сигналом в пользу того, чтобы Европейский Центральный Банк рассматривал варианты большего стимулирования. В принципе, тут я вижу, понятно, что, скорее всего, дальше ставки будут идти еще глубже вниз, и, соответственно, мы увеличим, точнее, мы увидим действия ЕЦБ по увеличению лимитов программы количественного смягчения. Доллар иена 107.85, поскольку я обозначил несколько важных фундаментальных событий и в целом прокомментировал их с точки зрения риска, понятно, что спрос будет доминировать на именно защитные активы. Поэтому доллар иена у нас в качестве ориентира как минимум 105 иен за доллар на этой неделе. И DP в среду и в пятницу non-farm perils, кстати говоря, в этот раз non-farm perils, как отчет важнейший по состоянию американского рынка труда, он будет усилен еще и пресс-конференцией Джерома Паула. Все, что вообще связано с американской экономикой сейчас, должно быть вдвойне интересно нам, потому что, опять же, мы готовимся к тому, что 30 октября ФРС снова снизит процентную ставку. Фунт против доллара 1.2292. Дальше будем снижаться. На прошлой неделе прошел еще один раунд переговоров между ЕС и Лондоном. Опять же, никаких достижений, никакого прорыва. И мы по-прежнему говорим о высокой вероятности жесткой реализации Брекзита 31 октября. Сначала 19 октября, когда Джонсон будет просить об отсрочке. Но очень важный вопрос, если Лондон не дает действительно каких-то альтернатив бэкстопу, если Лондон сам не пытается помочь Европейскому Союзу скорректировать соглашение, которое устроило бы всех, это немного напрягает Еврокомиссию. Поэтому я изначально, друзья, еще месяц назад допускал, что мало иметь желания договориться о продлении сроков Брекзита. Не факт, что эту пролонгацию, эту отсрочку одобрит сам Европейский Союз. Ну и вы помните жесткую позицию Джонсона, который, в принципе, уже не раз говорил, что любой ценой и при любом раскладе выводит страну из Европейского Союза. Фунт поэтому и снижается. Австралии спротив доллара 0,6755. Завершим мы эту неделю с максимальной вероятностью ниже 0,67. Завтра решение по процентной ставке ее, скорее всего, снизит. И доллар канадец 1,32-1,31 это сейчас те котировки, которые мы видим завтра, точнее в среду будут данные по ВВП. По прогнозам, друзья, радоваться нечему. 0,0% прироста за минувший месяц с 0,2% это то, что мы видели два месяца назад. Почему статистика важна? Потому что ралли, которое случилось некоторое время назад на рынке нефти, должно было привести к укреплению канадца. Этого не произошло. И мы сделали вывод, что канадский регулятор сейчас останется основной, движущей силой для канадского доллара. Ну, регулятор в плане решения по процентной ставке. Если сейчас макроэкономические данные будут дальше разочаровывать, то пара доллар-канадец сохранит очень хорошую возможность закрепиться выше планки 1,33. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.